Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю проходить игру под названием Detroit Become Human. Давно вы к нам не заглядывали, рада вас видеть. Итак, сегодня я буду проходить эпизод под названием Пиратская Бухта. У данного эпизода всего лишь один вариант развития событий. Ну, то есть, один вариант исхода развития событий, на самом деле. Но, я кое-что хочу попробовать. Во-первых, здесь можно понизить отношения с Алисой и Лютером. Алиса отдаленная, а Лютер у нас что, тоже отдаленный был? Так, что мы тут делаем? А, включить? Адроид АХ-400, совершивший нападение на владельца в пригороде Детройта, так и не пойма. Судя по всему, после короткого столкновения полиция потеряла след. Информацию об Адроиде передали во все органы охраны дворянка. Расследование все еще идет. Конфлект вокруг Арктики сегодня вышел на новый уровень. Сообщается, что боевая подлодка Айова, патрулировавшая территориальной водой в регионе, неизбестным образом исчезла после... Так, ладно, это уже другие новости. Новости так, послушать новости, поговорить с Алисой, посмотреть на Алису. Выходы на поверхность для ремонта. Президент Уоррен немедленно собрала высшей чиной армии флота на экстренное завещание. Сегодня мир на пороге войны. Этот инцидент может стать искрой, от которой вспыхнет пламя. Сильный снегопад в Детройте будет продолжаться всю ночь. Температура воздуха минус 5 градусов, что существенно ниже нормы. Холодный фронт продержится еще несколько дней, вплоть до вечера понедельника. Так, а мне обязательно, блин, разговаривать с Лютерной? Наверное. Путно, зачем? Погода. Машина. Повезло, что у Златка есть машина. Алиса не дошла бы по такому холоду. Заметил ее в гараже. Даже не знаю, ездил ли он на ней. Обнаружена несправность. Аварийное торможение. Похоже, дело плохо. Посиди в машине. Только много свободного места посередине машины. Для чего они столько места не поставили? Они могли сделать более компактный, например. Более компактный салон. А багажное отделение, наоборот, более... Большим. Так, а мы этот эпизод на 100% прошли? Да, ну, 100% прошли. Так что осматривай тут... Всякие вывески мы не будем. Ну, да. Я сказал, мы не будем осматривать эти вывески. Игра, что ты делаешь? Почему ты меня не слушаешь? Надо найти убежище. Спрятаться от холода. Похоже, тут давно никого нет. Так, нам нужно сразу найти... Так, эту кафешку, в которой можно переночевать. Все очень обвершало. Будет сложно найти здесь укрытие. Так, внутри в воде никого. Дай-ка я. Ну вот. Вряд ли мы найдем что-то лучше. Будем ночевать здесь. Я разведу огонь. Так, взялся на джан с Геолисой, заглянусь в сумку утром. Так, сразу же заглянем. Осмотреть пистолет. Так, предложит печенье. Тут осталось печенье. Хочешь поесть? Нет, не хочется. Так, нам нужно лежанку приготовить. Разведу огонь здесь, чтобы дым мог выходить. Алиса? Так, поговорит с Алисой, это важно. Это нужно. Да, блин. А у нас когда-нибудь так будет? Реалистично. Вряд ли у нас будет так, как у них. Но мы можем быть счастливы по-другому. По-своему. Вот перейдем границу. И начнем жизнь заново. Главное, что мы вместе. Это важнее всего. Да блин. Пойдем. Тебе пора спать. Специально повышают доверие Алисы. Преверять, утешить, поцеловать. Завтра. Завтра. Ты поспи. Завтра будет долгий день. Расскажи мне сказку, Кера. У меня в памяти целых девять тысяч сказок. И для тебя найдется. Единорог, руль, царь, принцесса. Это сказка о принцессе, которой... Нет, не такую сказку. Придумай свою. Это история о маленькой девочке. Страх. Которая очень устала бояться. Она мечтала жить, как живут обычные маленькие девочки, но... Невозможный призрак. Не похожий на других. Она знала, что не может. И она встретила машину. По-слушному. Эта машина всегда подчинялась хозяину. Но однажды все-таки нарушила приказ. И тогда они решили вместе убежать. Призрак, другая жизнь. Призрак. Спастись от призрака, живущего в доме. По пути они встретили очень много опасностей, но... Храбрые вместе свободу. Храбрые? Они были такие храбрые, что все преодолели. По пути они встретили... Великан, страж, робота. Другого робота. Он ушел от хозяина и пошел с ними. А чем все кончилось? Реалистично. Мораль, счастливый конец. Мораль? Я не знаю. Но у всякой сказки есть мораль. Дойдем до конца нашей и узнаем, о чем она была. Пора спать. Завтра у нас будет долгий день. А ты мне пожелаешь спокойной ночи, Лютер? Да. Да, конечно. Добрых снов. Спи крепко. Так, поговорится ли утром? Она милая девочка. Она очень храбрая. А снег, планы прошлое Лютера. Снег. Снег все идет. Нам завтра далеко идти. Лучше выйти пораньше, чтобы никому не попасться. А планы? Ты уже знаешь, что будешь делать в Канаде? Я пока не думал. Никогда не был свободен. Свободен. Хорошо звучит. Но я пока не знаю, что это значит. Кэра. Ты не видишь странностей у Алисы? А что? Нет. Каких это странностей? Кэра! А вот так что? Что? Ну ладно, неважно. Так. Сохватить пистолет. Выстрелить им в воздух. Стойте! Еще шаг, и я выстрелю! Прошу, не бойтесь. Мы вас не обидим. Мы тоже машины. Наше имя Джерри. Мы раньше работали в этом парке. Не хотели вас пугать, просто иногда здесь бывают злые люди. Вот мы и пришли проверить. Что вы тут делаете? Мы просто хотели переждать ночь. Утром мы уйдем. Это ребенок. Тут так давно не было детей. Дети обожали приходить к нам. Она грустная. Нам в последнее время не везет. Мы ей кое-что покажем. Ей понравится. Точно. Она хочет посмотреть? О, вряд ли она. Тогда пусть идет с нами. Алиса, я не знаю, стоит ли нам... Вряд ли у тебя есть выбор. Пойдем, Кэра! Так, ладно, пойдем. Блин, высрал воздух и ни на что не повлиял. Особо-то. Пожалуйста. Пусть девочка залезает. Карусель сейчас поедет. Пойдем. КОНЕЦ КОНЕЦ Я впервые вижу ее улыбку. У нее было не так много поводов улыбаться. КОНЕЦ Так, а, мы нашли тут новое действие, отлично. Так, ну все, больше к этому эпизоду мы возвращаться не будем, только если попробовать разные вариации сказок. Так, ну что ж, всем спасибо за просмотр, с вами был Роман Расконников, до встречи в следующих видео, всем пока.